Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео. Наконец-то, пацаны, вышел новый модпак на Амазинге. Это реально очень круто, сегодня у нас будет обзор нового модпака, я уже зашел, посмотрел новые машины. Сейчас я вам объясню, пацаны, как вообще установить новый модпак, его можно установить только через лаунчер. Я установил лаунчер, и лаунчер мне установил модпак, но я могу играть через мультиплеер, потому что, как бы, все данные пошли в папку с игрой, и получается, я могу и через лаунчер играть с новым модпаком, и через мультиплеер. Если вы хотите, пацаны, то я могу залить вам на Яндекс.Дис, например, этот модпак, чтобы вы не устанавливали лаунчер, поэтому пишите в комментариях. Перед тем, как мы начнём, я хотел бы напомнить, что играя на первом сервере Мазин Холиплей, мы не Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мы не к приистрации, и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсулам Кирилл Гейм. На 10 уровне вы получите 150 тысяч. Обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, пацаны, я уже возле своего дома как бы стою, и уже вижу новый елик. Если что, диски это не стандартные, а тюнингованные, поэтому не обращайте внимания. Очень классный елик, просто. Я очень хотел, чтобы именно такой елик добавили, и его как бы и добавили. Давайте покажу ещё, что изменилось из моих машин, и потом уже поедем в автосалон и в магазин одежды, посмотрим, кто там есть вообще нового. Так, BMW M560, новый винил какой-то, видите, побитый весь, какие-то черепа там, цифры какие-то и так далее. Вот такой вот винил весь побитый, в принципе, непонятный, как бы, как по мне. Идём дальше. Следующая машина, это Mercedes-Benz E63. Вот такая вот Ешка теперь у нас получается. Ну, старая Ешка, в принципе, не E63S, а просто E63 AMG. Вот такая вот красавица просто, беленькая у меня на стоковых дисках. Мне очень нравится. Идём дальше. Следующая тачка, это Rolls-Royce, просто батька такой, батюня, просто здоровецкий. Он ещё больше, по-моему, чем раньше был, кстати, да. Реально чуть побольше даже. Морда у него довольно-таки, кстати, прикольная. Тут уже все гоняют, все смотрят новый модпак, пацаны. Он ещё вышел, получается, ночью, как я понял. Мне уже в 8 утра чувак писал, что, типа, новый модпак вышел, но снимая это видео в 11 часов дня, что-то я немножко проразевал этот момент, то, что вышел новый модпак. Ну, я проснулся в 10, конечно, но ничего страшного. Так, следующая тачка, давайте посмотрим. М3, с ней ничего не изменилось. Она была кабриолетом, так и осталась. Потом, следующая машина, это у нас гель, я показывал. И КАМАЗ. Вот, что мне не понравилось в КАМАЗе, здесь просто-напросто не отображаются номера, и это меня очень бесит. Видите, вот мои номера, как бы, ОВ-3 восьмерочки. Они здесь не отображаются. Вольво, конечно, лучше, чем КАМАЗ, но всё же, блин, было бы хорошо, если бы номера отображались. Ну, а так, в принципе, я доволен. Надо будет потом её перекрасить, в принципе, но это потом мы займёмся. Так, поехали на гелике, пацаны. Поехали реально на гелике. Нужно будет с него ещё диски снять, там, и так далее. Ну, посмотреть столько его диски, но поехали сначала в автосалон. Всё, пацаны, вот я приехал, получается, в автосалон. Я буду показывать только те машины, которые заменили. Стандартные автомобили, которые не изменились в этом отпаке, я показывать, если что, не буду. Ну, что ж, первая машина, это Шкода Рапид. Раньше это была Шкода Октавия. Я не знаю, зачем их поменяли, по-моему, Шкода Октавия была даже поновее. Это такое более старое какое-то поколение. Ну, в принципе, тоже выглядит неплохо. Итак, следующая не машина, а просто транспортное средство. Грубо говоря, квадроцикл. Ну, это есть квадроцикл. Его сделали более такой реалистичным, ну, то есть поставили на него заменку. Раньше он был стандартный, сейчас он выглядит вот так вот. Так, следующий автомобиль, это у нас Тойота Камри. На ней поменяли диски, вот такие вот диски теперь на ней стоят. Я не помню, какие на ней были до этого, но я знаю точно, что диски изменили. Насчёт самой машины внешне, я не знаю, по-моему, ничего не поменялось. Она как была, так и осталась. Пацаны, для вас у меня есть огорчение. Нас, походу, кстати, наебали. Либо они неправильно машину поставили, потому что Lamborghini Urus должен был стоять на X5. Ну, на BMW X5. А его по какому-то хрена поставили на крузак. Как это получилось, я, честно говоря, не знаю, потому что здесь, видите, тоже написано Toyota Land Cruiser. Но почему-то здесь Urus стоит, пацаны. Чё-то как-то не сходится, может, Матбакер чё-то перепутал. Потому что я был уверен на 100%, я видел на стримах, что вместо X5 будет Lamborghini Urus. Это какой-то пиздец на самом деле. Итак, следующий автомобиль, это Porsche Panamera. Видите, здесь название изменено. А там, где Land Cruiser, название почему-то не изменили. Возможно, это сделают чуть позже, но я не понимаю, почему вместо крузака теперь Lamborghini Urus. Потому что крузак нихрена не едет, по сути. По-моему, X5 быстрее, чем крузак. Ну, ладно, без разницы. Porsche Panamera очень симпатичная машинка. Хотел бы я её в белом сейчас посмотреть. Вот, в белом, в белом. Просто от Porsche Panamera, хоть старое поколение, хоть новое, в белом цвете смотрится очень круто. Это лично моё мнение. Tesla Model S, пацаны. Хотел бы я сказать, но почему-то её не заменили. Видите, здесь написано, что Tesla Model S, 5 миллионов. Но почему-то всё равно здесь Mustang. Mercedes-Benz E63. В принципе, до этого здесь был Mercedes-Benz E63S. Но вернули просто старую E-шку, которая мне лично тоже больше нравится, чем E63S. Блядь, ну, пацаны. Честно, я не понимаю, зачем. Просто зачем это сделали? BMW X5M. Ну, блядь, это же не X5M, это X6, по-моему. Даже это не М-ка, по-моему, даже. Видите, бампера обычные. По-моему, это даже не М-ка, блядь. И модель какая-то ублюзкая. Вот честно, не в обиду, там, модпайкеру кто-то делал. Модель какая-то ублюзкая. Может, это в розовом цвете так выглядит. Но реально, мне почему-то не нравится. Уже хватит этих X5-ых, они уже надоели. У нас постоянно либо X5 старый, либо X5M, либо X6M. Зачем, просто зачем? Поставили бы вместо X5M Урус и всё. И всё просто. Как бы BMW поменять на ламбу, это довольно-таки прикольно. Да, все любят там X5 и тот M, он типа классный, я не спорю. Ну, блин, ну зачем тогда добавлять X6 просто? Это, по-моему, даже немка, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то напишите в комментариях. Вернули наш любимый, родимый, сексуальный, великолепный Range Rover SVA, пацаны. Вернули Range Rover SVA, это раньше был Сугурбан. Вообще, изначально был Сугурбан, потом Range Rover SVA, потом обратно Сугурбан. И теперь обратно Range Rover SVA. Зачем тогда было делать это голосование год назад? Я не понимаю, короче. Очень рад, что вернули эту машину. Буду копить бабочки, хочу Фому купить два Range Rover. Ну, конечно же, конечно, как без елика, пацаны. Mercedes-Benz G65. Очень классная моделька. Именно эту модельку я хотел, чтобы добавили, ее добавили. Диски довольно-таки тоже на ней прикольные. Вам не видно, но на скриншоте я видел, диски на нем прикольные. Скорее всего, я тоже поставлю себе стоковые диски и буду ездить на стоковых дисках. Очень симпатичная Морта, очень нравится. Но если бы они еще колесо сзади убрали, было бы еще лучше. Ну, а так, в принципе, я доволен. Ford Mustang GT. Я не помню, что вместо него было. На самом-то деле, реально не помню, что вместо него было. По-моему, вместо него была эта, i8. По-моему, вместо этой тачки была i8. Да, это была i8. Не знаю, мне больше Shelby нравится. Мне больше Shelby нравится Mustang, чем этот. Ну, в принципе, давали, так добавили. Мне, честно, без разницы. Кстати, на нем, по-моему, винилы есть. Поэтому можете попробовать поставить. В Ferrari. Я не помню уже модели. У меня был список, которые машины изменят. Там какая-то F непонятная. Ну, короче, по-моему, это Ferrari California, если я не ошибаюсь. Там F какая-то. До этого была постарее поколение, которая была еще в домике деревни. Честно, мне не нравится. Мне не нравится. Мне больше всего нравилось это Ferrari FF. Вот мне она очень нравилась. Ну, и последняя машина в автосалоне, которая изменилась. Это, конечно же, Rolls-Royce Phantom. По-моему, если не ошибаюсь, это восьмое или девятое поколение Фантома. По-моему, это либо восьмое, либо девятое поколение, короче. Я доволен, что его изменили. Потому что тот Rolls-Royce очень старо выглядел. Против даже того самого Maybach. А теперь Maybach и Rolls как-то наравне выглядят. Раньше Rolls-Royce был как такой старый дедушка уже. А Maybach такой молодой жеребец. Но теперь они оба такие, знаете, статусные пацанчики. Поэтому я очень доволен, что изменили Rolls-Royce. Ну что ж, пацаны. Я заехал в историю, что сразу снять диски. В принципе, я не помню, как это делается. Так, тюнинг. Ремонт. Так, убрать тюнинг. Так, давайте диск уберем за 10 тысяч. Все, пацаны. Я убрал диски. Давайте посмотрим, как он теперь выглядит. Ну, выглядит довольно-таки неплохо. Но диски можно было бы и как-то побольше поставить на самом-то деле. Но будем, в принципе, на стоковых ездить. Мне и так нравится. Реально, елик такой очень классный, пацаны. В черном цвете. Да, я знаю, что черный елик это банально. Но выглядит он на самом деле очень классно. Поехали, посмотрим скины. Но я не верю, что их заменили. Но сейчас заеду, посмотрю. Если их там изменили, то я вам это покажу. Ну, скорее всего, да. Здесь есть новые скины. Вот какой-то скин нашел. Вроде бы как его не было. Но я не думаю, что их довольно-таки много. И не знаю, есть ли смысл вам их показывать. Давайте я еще полистаю, посмотрю скины. Вот этого скина, по-моему, тоже не было с бананкой. Видите, у него бананка здесь есть. Ну да, есть новые скины. Но реально их не так уж и много. По-моему, этого скина не было еще. Так, этот был, наверное. Я на самом деле не помню, какие скины были, каких не было. Но как бы зимние скины все убрали, я так понял. И немножко новых как бы добавили. Ну, это хорошо. Но упор на скины, я думаю, делать не буду. Если хотите, можете сами прийти, посмотреть. Школьника, по-моему, вернули, потому что его не было. Ну, а так, да. Пару скинов новых добавили. Можете приехать и сами их, в принципе, посмотреть. Ну что ж, пацаны. Вот такой вот был обзор нового модпака. Добавили еще новые прицепы на фуры. Изменили машины МЧС-никам. Добавили новые винилы. Но этого я, в принципе, показывать не буду. Ссылочку на скачивание я оставлю в описании. Я, наверное, раздрю и на Google Диск, и на Яндекс Диск. Поэтому можете спуститься в описание и скачать просто модпак, не устанавливая лаунчер. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok